Приветствую вас! В силу ряда причин я не буду читать вопрос, потому что он содержит некоторую конфиденциальную информацию. Я не думаю, что она может быть для широкой аудитории более-менее. Поэтому я не буду его зачитывать. Скажу только, что проблема касается интимной жизни, проблема касается того, что один партнер очень хочет интимной жизни, второй партнер отказывается по ряду объективных причин. У партнера нет возможности, скорее психологически, чем физически участвовать в интимной жизни. В ответственный человек спрашивает о том, как уговорить партнера. Смотрите, здесь такой момент, несколько моментов. Если вы человека любите, то вам необходимо соглашаться на те реалии, в которых вы живете. То есть выбирая конкретного человека, вы выбираете и те реалии, в которых он живет. И я не скажу, что вы должны, слово «должен», плохое слово. Но, наверное, желательно, чтобы вы принимали эту самую реальность, в которой человек живет. Потому что если вы не принимаете реальность, в которой живет человек, вы не принимаете самого человека. Соответственно, отношения невозможны. Да, это вызов. Это вызов. Это вызов вашей зрелости. Это вызов вашим чувствам. Это вызов, в принципе, вашим отношениям. Мне кажется, что проблематика здесь связана еще и с тем, что вы фиксируетесь только на одном виде секса. В принципе, при креативном подходе можно легко использовать разные абсолютно безопасные виды секса. В общем-то, реализовывать свою естественную потребность. Так что здесь все зависит от того, насколько вы креативно подходите к этому вопросу. Исходя из того, что пишете вы, я предполагаю, что вам важен конкретный вид секса. И у меня больше в таком случае вопрос. Хотите ли вы этого самого секса или вы хотите определенного вида секса для того, чтобы решить какую-то свою психологическую проблему. Для человека, который просто хочет секса, не особо вид секса важен. Понятно, что есть предпочтение, но в определенном смысле и при определенной, так сказать, степени потребности это все отходит на второй план. Поэтому определитесь и действуйте. Если вы признаете, что вам важно решить какую-то свою психологическую проблему, то могу облегчить вам задачу, сказав, что вы ее не решите, реализовав свое стремление к определенному виду секса. Никак. Психологическая проблема не уйдет. А если вы напротив хотите столько секса, то не особо важен его вид. Вот в принципе и все, что могу вам сказать. То есть первое это анализ зрелости ваших отношений. Ее контентный вставляющий, то есть анализ наполненности смыслом, вашим личностным смыслом. Это не когнитивный смысл, но смысл больше эмоциональный, сенситивный. Вот и соответственно это вызов вашей зрелости, как я уже сказал. С возможностью эту зрелость повысить через такой вызов, в какой степени это хорошо. И с другой стороны это значение для вашей интимной жизни. Интимной жизни, так скажем, интенционная сторона интимной жизни. То есть то, к чему вы стремитесь в интимной жизни. И соответственно, ну как бы вот, исследование себя. Как-то так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. То есть ваше состояние, а именно то, что вам тяжело, можно охарактеризовать вашими же собственными ограничениями. Вашими. И вашими же собственными, так скажем, амбициями. Понимаете, да? Если это подкорректировать, я думаю, что проблема уйдет. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи!